самые ценные на белорусских сайтах сегодня две новости я прочитал о том как держать правильно в холодильнике томаты и огурцы и вторая новость там не знаю о каком-то загородного отдыхе все остальное то то о чем вот говорили раньше а то что кого-то мне зарегистрировали зарегистрировали должно было случиться почему как почему должно было случиться по-другому не вот это непонятно мы об этом говорили с тобой месяц назад поэтому возвращаться к этому не будем по-другому произойти не могло вот проблема вот чем вот и все на это ну и как всегда знаете такая лицемерная причина потому что кандидат мог мог какое-то совершить преступление поэтому его не регистрируют его даже еще не осудили у него ничего хотя катя страна почему же а почему не может быть президентом осужденный собственно ну если не только дело но но вот смотри люди которых вообще никто не знал совершенно невнятные люди которые вообще у которых нет дикции которые не умеют говорить которые не знают даже родного языка второго вдруг они появляются и становятся известными людьми они раскрутили за счет этой так сказать президентской кампании они получили невероятный пиар что они еще хотели получить от меня непонятно они были достаточно обеспеченными людьми которые решили вот таким образом экстремально развлечье развлеклись всем спасибо все свободны все то есть зачем втягивать сюда массы безвинных каких-то невероятно людей плюс вот эти масса каких-то вот этих региональных таких лузеров да которые тоже втянулись решили попиариться которые не нашли нигде поддержки там не в россии не до западе да вот они решили тоже поучаствовать во всех этих акциях да это такие лака локальные артисты какие-то какие-то невероятные не знаю там актеры которых большинство доселения даже 100 раз под названием беларусь вообще не знает они тоже приняли в этом участие все получили свой пиар а цирк закончен шапито закрыта всем спасибо и мы переходим нашим новостям всем привет вы слышали стефаныча и сейчас видите альберта чат в дать что в эфире почти интеллектуальное шоу балаболов альберта стефаныч клевещут и мы в общем то начинаем клеветать после заставки много интересных событий произошло на этой неделе я даже но вот например там всякие митинги в хабаровске по поводу губернатора мы даже на этой не будем обсуждать сегодня вот я хочу начать с очень важной для меня темы собор святой софии в стамбуле снова стал митик мечетью вот турция в нынешнем состоянии мне чем-то очень сильно напоминает россию собственно такой же приблизительно правитель и во главе авторитарный во многом тоже турция должна быть снова великой и естественно одна один из шагов на пути к величию это когда музей а я софия который еще а то тюрк в тридцать четвертом году сделал музеем и который я всегда приводил всем в пример того какие турки молодцы как можно как может мультикультурность вместе существовать как вот они там сохранили всякие мозаики христианские не уничтожали не сбивали их а просто заштукатурили вот когда он стал музеем это можно было открывать как в одном месте могут сохраняться и христианские произведения искусства и исламские мусульманские потому что там в этой айсофии там и медальоны такие огромные висят которые сделаны уже в эпоху ислама и множество росписей которые лучше не удалять хотя под ними тоже есть христианские интересные штуки но и это и это произведение искусства и тут бац давайте обратно делать из этого мечеть давайте там проводить службы и сразу возникает вопрос а что будет опять с этими христианскими мозаиками потому что в исламе изображение человека запрещено а уж тем более священные в мечети чтобы были изображения людей это будет ну просто недопустимо и они будут это явно как-то закрывать опять может быть опять штукатурить сверху короче зачем зачем это все делается только для того чтобы показать что вот а мы мы это захвать захватили это наша добыча турция опять великая мы можем на наплевать на мнение всех в мире потому что только мы решаем что мы тут можем делать а то они нам там начали вякать что-то опять что какие-то нам великим туркам какие-то претензии выставляют ну то же самое в россии происходит понимаете тоже мы великая страна мы мы хотим делать все что нам хочется вот вот хотим сейчас вот я на видео показываете медальоны красивейшие тоже сделано исламский это все то это это вот такой симбиоз офигительный двух культур я уже молчу о том что вот это само здание вот представьте что это построено в пятом ве в пятом шестом веке в пятом шестом веке туда заходишь и я кстати был в аэсофии ты был в стамбуле нет это я могу сказать следующее на мой взгляд субъективные исключительно а во первых акатюрк это безусловно герой турецкого народа человек который учился за границей человек западных взглядов и очень многие люди многие мои знакомые турки считают его непререкаемым в общем-то авторитетом и считают что него нужно ориентироваться люди этого стало военные это люди даже дипломаты люди бизнесмены то люди скажем культурные с высшим образованием как известно в турции в таких сельских районах и которые посещают туристы есть другие район сельские где живет очень бедное население да а вот в общем-то идея того чтобы софия была мечеть она очень популярна а когда ухудшается ситуация экономическая когда вообще все идет очень плохо нужно сделать какой-то крутой популистский шаг а вот собственно эрдоган делает этот крутой популистский шаг далее мне интересно всегда позиция россии потому что вообще а софия это православный бывший храм я в общем то так сказать христианин западной традиции поэтому а в общем то все вот эти вот штуки связанные так сказать с православием для меня не обладают определенной энергетикой мне вот непонятно почему допустим все русские православные которых там миллионы ездит в турцию кстати не лобятся сейчас через белорусские санатории то есть они была бронируют белорусские санатории там наивные директора там всяческая администрация их регистрируют а потом они прилетают в минске отсюда летят уже в турцию а вот они всякими кривыми неправильными дорожками просто ломятся в эту турцию а мне вот и при этом у них у всех вот эти православные крестики висят а вот если вы такие православные если вы такие верующие люди если вы за соблюдение сделайте поступите хоть раз по совести поступите честно сделайте обструкцию всей этой экономик экономики туристской турции которая огромные бабки приносит в общем-то бюджет государства и ездите в турцию скажите вы глубоко оскорблены то что делаю часто кстати мусульмане до совершенно справедливо по отношению к европейцам мы оскорблены страшно превращением софии и вы считает что это должен быть хотя бы музей не обязательно православный храм и мы высказываем свое нет мы говорим свое нет и мы не едем отдыхать в эту турцию да они туда ломятся толпами они ломятся правдами и неправдами нарушая кстати в том числе и российское законодательство и так далее да вот им обязательно нужно попасть да на вот эти халявные столы да вот эти отели с таким ужасным сервисом сервисом где гибнут дети где гибнут постоянно туристы им надо туда попасть да вот в эту турцию то есть вот эти все принципы по боку при этом как только разговор говори заходит о православии там великая россия не громко и широко раскрывают рот проявите вообще свою позицию да ребят вы либо 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 крестик снимите либо трусы оденьте как было в анекдоте и кстати стефаныч он был православным кэша в конце существования византийской империи но изначально то аэсофия построена когда церковь была единой и 600 лет это было то есть европа единой церкви западную европу вообще интересует вообще давно религиозный вопрос не интересует есть целые страны европейские где как таковы христиан вообще если по честному пересчитать их очень мало это швеция да фактически вся скандинавия германия и так далее где есть дизайн в швеции был в городах где вообще храмы пустую мечети переполнены это дело выбора каждого человека вообще храмах дизайн христианских все цели проводятся прекрасные концерты там авангардной там музыки электронный какой угодно прекрасная акустика там очень удобно играть и так далее я даже в парочке таскать прибал участие но вообще храмы сделаны я шведам честно открыто не для этого нет для электроакустической или эмбиентной музыки которая прекрасно сама по себе но религиозно не является храмы сделаны для другого но это мое субъективное мнение тоже до европа готова вообще туркам на то чтобы они на своей территории сдерживали эти толпы огромные мигрантов она готова простить все дело не в толерантности а в страхе того что эти люди хлынут на территории европы италии греции где так нищета в италии в южных районах у людей где-то работы если туда придут не знаю иммигранты с территории турции я вообще не знаю чем вообще люди там будут заниматься есть области италии где власти бьют не знаю там в колокола там не знаю уже во что там можно бить потому что мафия захватывает власть реальную потому что мафия может дать кредиты мафия может предоставить работу государство уже не может дать ничего после коронавируса вот чем проблема серьезно ну и обратим внимание да и обратим внимание произошло очень еще важное событие но по крайней мере рядом с территории беларуси это переизбрание дуды до польского консерватора как его там называют человека который там выступает против устоев идей евросоюза его поляки вот совершенно честно демократично небольшим большинством переизбрали я просто видел перед выборами сколько различные неправительственные организации фонды сколько вообще евросоюз вложил денег честно миллионов евро в то чтобы его не переизбрали я видел эти все форумы бесконечные которые проводились каких-то городах и так далее я подписан ну так вышло что нам во всяких культурных всяких таких форумах участвовал и многие участники они конечно поддерживали бывшего мэра дырящего мэра варшавы да с его либеральными взглядами но все это проплачило все эти деньги платила европа вот те демократии вот те раз который нужно чтобы было чтобы поляки избрали про европейского лидера не про американского дуду который там объявляется ездит там встречается с трампом что жутко раздражает вообще евросоюз и который проповедует традиционалистских кстати христианские ценности да все ведь базируется у польской оппозиции на этих самых ценностях сколько европа вообще взяли по ней эти деньги во время коронавируса отдали полякам чтобы они сделали новые места рабочие чтобы они не знаю там придумали новую систему не знаю какие-то места где могли бы образованием заниматься дети подростки люди которые потеряли работу могли приобрести новую квалификацию все это было вложено вот все эти сходки раздачи каких-то в электричках в поездах за так сказать альтернативного кандидата листовок бездана бред на каких-то офисов создание акций просто это все проходило я читаю по-польски там понимаю говорю плохо но по крайней мере все понятно вот это в рамках евросоюза да это к вопросу да вообще о за кого и какие штучки кого интересует но я уточню что в польше все-таки парламентская республика не президентская то есть президент такой просто номинальный глава государства особо большой власти он не имеет я прямо но правда и премьер-министр польши тоже из партии права и справедливости с которой собственно дуда то есть власть у власти в польше сейчас находятся консерваторы причем такие традиционалистские но там очень серьезное разделение если ты посмотришь карты голосования в польше очень серьезное разделение опять же востока и запада причем это идет ровненько по это кати делал по этому поводу видео две ментальности поляков пусть это разделение идет ровно по границе которая относилась к российской империи часть а другая часть которая относилась германской и австро-венгерской империи вот все что относится с германской австро-венгерской империи сейчас у них либеральные взгляды то что относилась к российской империи у них консервативные взгляды ну и плюс конечно более либеральные города, чем села. Либералы в основном это городское население. Дальше, весь Запад Польши, вот как ни парадоксально, поляков, таких, которые жили на территории, так сказать, Западной Польши, их вообще там очень мало. Туда переселяли людей, которые жили на территории нынешней Белоруссии, Украины. К ним приезжали там городки, в деревни, говорили, поляки боятся селиться на территории, которые после войны передали. Были, вернее, отданы Польше. И поляки, вот такие, которые жили на территории Польши, помня очень нехороший бэкграунд вообще общения с немцами, они боялись туда переселяться, в эти дома, которые просто передавали. Масса родственников, класса моих родственников уехала в Западную Польшу. Это Щецин, это в район Сопота. В Ротслав, наверное. В Ротслав, там очень много людей переселилось в Белоруссии. Поэтому мне очень интересно, что эти, по твоим словам, очень либеральные, потому что во многом они оставались очень белорусскими людьми в своих взглядах, ну, назовем так, консервативно-советскими. Хотя, на самом деле, когда они получили вот эти хозяйства, эти дома, они стали работать, они как бы обрели свое дыхание, они, конечно, изменились, они ездили там, работали с Германией, в Англию, в Ирландию, где многие до сих пор находятся. Но то, что там более либеральные, так сказать, взгляды, в городах, да, в деревнях, в маленьких городках, это общины, это достаточно люди традиционные. Ну, я хочу опять вернуться к теме нашей новости. Вот это пример просто того, как страна медленно, потихонечку опять возвращается в Средневековье, грубо говоря. Потому что я давно слежу за тем, что происходит в Турции. Мне нравится Турция. Я был несколько раз в Стамбуле. Я имею в виду, Турция не вот эта, не туристская, там не Анталия, а побережье, а просто как нация, как вот историческая единица, что ли. Это действительно богатейшая культура. Это, ну, это интересно даже историю ее изучать. И вот нашелся человек, который вытянул страну на уровень хотя бы какой-то определенной, он не дал ее расчленить, потому что после Первой мировой войны, конечно, Турция распалась, как империя, но у нее хотели Истамбул забрать. И этот, Измаил, как он по... Измаил это... Не Измаил, как его... Измир хотели забрать. Это смирно была бы греческая. То есть, очень много проблем было. Ататюрк реформировал армию в короткий срок, отбил все обратно, перенес столицу, вывел, сделал новые прогрессивные законы. И потом, в конце 20 века, в итоге приходит к власти вот такой клирикальный чувак, верующий в Бога, и постепенно начинает забирать всю полноту власти себе и вести страну в тотальное средневековье. Вы просто посмотрите, что изменялось в Турции с приходом к власти Эрдогана. Это произошло уже давным-давно. Кстати, он у власти в Турции побольше, чем Путин в России. Так-то на минутку. Просто был сейчас премьер-министр, вот этот всякий шахер-махер делал вот это все. Но сейчас он полностью правит в Турции. Вот сейчас осталось только еще из музеев мечети сделать, заставить женщин паранжу носить, полностью всех соблюдать Рамадан, и Турция заживет, станет снова великой, в общем-то. Тут буквально несколько шагов осталось. Тут проблема с Запада. Запад, обрати внимание, он постоянно, постепенно и уверенно сливает своих сторонников. Помнишь, был Путч, да, в Турции? Да. Там были офицеры, которые учились в Англии, в США. По сути, они могли получить, мы не будем скрывать, что тут врать-то. Они могли получить с американских баз более серьезную поддержку. И был бы очень милый, скромный, красивый государственный переворот, и к власти бы пришли офицеры, которые разделяют идеи Акатюрка, которые дружны с США, с Евросоюзом. Но этого не произошло. Тоже происходит, обрати внимание, в Гонконге сейчас. Люди, которые выступали за демократию, там просто раскатали катком, ввели законы. И само общество, американское, европейское, оно просто английское в том числе, оно сливает своих немногочисленных сторонников в различных регионах мира. То есть, вот это позорное... Это может быть и позорное, но в плане Турции я не соглашусь. У Турции очень богатый опыт военных переворотов. Это было не раз, не два, не три, не четыре раза. Причем они... Это даже в некотором смысле было законно. ...спецназовцев турецкого или какого-то такого восточного происхождения, либо большинство из которых знали турецкий язык, и которые бы в виде обычных граждан и туристов неожиданно поддержали этот путь, то сейчас у власти... Американцы много раз так делали. Так делали и Советский Союз, таким же образом поступали. История Ванголия. Когда, естественно, Ванголия, ну как бы в силу белизны кожи советские войска, ну всегда была под боком Куба, да, и кубинские чернокожие ребята, которые по виду вообще были другой расой. И они очень хорошо помогли в истории многих революций в Африке в частности. Этого никто не скрывает. То есть здесь как бы все это было провалено, все это было слито самым позорным образом. Кстати, слив продолжается. Европа вообще, в принципе, уже не способна ни на какие серьезные шаги, это статист. А Америка, ну не знаю, к сожалению, она ослаблена, разделена, проходит там Великая Американская революция, и что поделаешь, ослабленным нужно спасать себя, а не пытаться бороться за что-то еще. Да, ребята. Давай перейдем к следующей новости. К следующей, да, действительно, потому что очень интересное сейчас происходит у нас изменение в мире. То есть через лет пять мы узнаем, кто, куда вектор силы сместился. Но пока тревожные новости из Сеула. Мэр Сеула покончил с собой после обвинений в домогательствах. При этом он защищал права женщин и поддерживал движение Me Too. 9 июля в Сеуле нашли мертвым 64-летнего мэра города Пак Вон Суна. Его тело было обнаружено на севере города, на лесистом склоне горы Пугаксан возле древних ворот Сеул. Красиво звучит красиво. Красота, красота. Да, прекрасно. Продолжаем. Хорошо начал. Красиво. Романтично. Да. Полиция после вскрытия не обнаружила никаких свидетельств, что политик был убит. Предполагается, что это было самоубийство. Здесь много всего интересного. Во-первых, о том, что мэр Сеула пропал, забеспокоились через сутки после того, как он не вышел на работу. То есть, ну, в принципе, что там мэра нету на работе. Бывает. Во-вторых, ну, это вообще такая очень, видимо, азиатская фишка. Ну, вот вы можете себе представить, чтобы кто-то из европейской цивилизации, когда его обвинили в домогательствах, вместо того, что да, да, я домогался там, ну, или нет, я никогда не домогал, он поехал бы и покончил с собой. А во-вторых, в-третьих, извините, в-третьих, вот он домогался. То есть, это очевидно, я так понимаю, действительно так и было. Вот он как... А кому он вообще домогался? Вот подожди. А, ты хочешь узнать... Да, во-первых. Второе, да, почему узнали, что его нет на работе? Потому что он не домогался никому. Да. Бывший секретарь Пак Вон Суна заявила в полицию о домогательствах. Она утверждала, что мэр не раз позволял себе неподобающие жесты на работе, в том числе просил обнять его, когда они находились в спальне, примыкающей к его офису. Также он присылал ей селфи в нижнем белье и непристойные комментарии. Боже, в нижнем белье, господи. Он даже одетый был, представляешь? И она добавила, что является не единственной жертвой домогательств мэра. Есть масса вопросов здесь, да. Во-первых, какое-то было нижнее белье, мужское или женское. Да, потому что он мог быть вообще трансвеститом, какие-то у нее должны быть другие извращения. Потом это вообще, конечно, оригинальная, классная идея. Может, ее в России уже воплотили, в Белоруссии в основном такого нету. Но на 90% это спальня, которая примыкает к кабинету. К кабинету, да. Такого тоже у нас нету. То есть я представил, когда вот, да, выходишь, да, выходишь, открываешь дверь, а там спальня. Такая огромная, огромная кровать. Понимаешь, такая с рюшиками. Или вообще какая-нибудь просто огромная. Там трехспальная. Где можно залечься лоботделом. И ты знаешь, пока на работе, ну, как-то групповым образом развеешься даже. Понимаешь? А если, слушай... И заметить... Подожди, они, наверное, развлекались все. И вдруг один день они не развлекаются. Второй день не с кем развлечься. И тут, где шеф? Где мэр? Почему не приглашает... Почему не приглашает никто с точки зрения сексуального... Что происходит? Почему вообще нет вот этого секса вообще, там, не знаю, одиночного, группового? Никто фотографии не высылает. Пальня пустует. И они хопа, а он совершил харакири. Вот понимаешь, есть какие-то вещи несвязанные. Есть просто желание самоубийства, да, вот то, что распространено вообще в азиатской традиции. Но главное, что вот его обвинил кто-то, а он типа из-за этого раз с собой покончил. А вот эти, знаешь, когда ему пришло в голову, дай-ка я пришлю, пошлю моей секретарше свои похабные фотографии. Он такой разделся, 64 лет, по-моему, было. Разделся, посмотрел на себя, говорит, нет, наверное, трусы, пожалуй, снимать не буду. Вот в трусах я лучше выгляжу. И, возможно, даже, кстати, там не описано, в каком конкретно нижнем белье он был. Возможно, такие еще стариковские, такие побольше трусы. И вот такое, по-моему, естественно, секретарша возмутилась. То есть это же, ну, это даже, ну, не секси вообще никак. То есть если вы кому-то посылаете, будете посылать похабные фотографии, трусы снимайте, ребята. Это, ну, вообще ни в каком месте не секси никак. Хотя, конечно, лучше не посылать фотографии. В общем, извращение, какие-то фотографии посылать. Слушай, это какое-то жуткое извращение. Я вспомнил историю, которая произошла с Андреем Мироновым, да, из компании артистов. Может, Миронов воспоминали веселую историю. Там был, кстати, тоже Ширвитт, который вроде как рассказывал, или кто-то рассказывал эту историю. Когда была пьянка, там, у Миронова на квартире. И в какой-то момент он решил всех удивить. Разделся по поясу, то есть нижнюю часть оставил голой. Одел шляпу, вот. И вдруг в какой-то момент все сидят за столом, и вдруг открывается дверь, и Миронов что-то рассказывает, веселится, но нижняя часть у него голая, часть тела, да. Вот. И такая тишина, все молчат. И Ширвитт гениальную фразу произнес. Он посмотрел и сказал, вы знаете, после сорока лет это все так свисает, и так неаппетитно выглядит. То есть, ну, как бы, если хотите продемонстрировать даже в пожилом возрасте что-то, делайте это все вживую, весело, во время застолья, для того, чтобы развеселить людей, там, секретарши и так далее. Да. Можно прогуляться в столовой. Ну, то есть, ну, не делайте это с помощью фотографий социальных сетей, потому что, конечно, остается очень много всяких неприличных следов, и всяких может произойти обвинение всяких в домогательстве, потому что много слишком документов. Делайте, работайте вживую, не используйте фонограмму, короче. Ну, и хочется добавить, что Южная Корея входит в число стран с самым высоким процентом самоубийств. И, в принципе, то есть, ну, это не решение проблемы, ребята. Не надо. Вот, какие бы ни были у вас проблемы, лучше, тем более... Альберточка, когда есть такая музыка, как кей-поп и корейская эстрада, понимаешь, я считаю, что у них еще малый процент самоубийств, самоубийств, потому что все это посмотреть, я не знаю, до хорошего этого не доводит вообще все это такое. Хочу с тобой обсудить еще одну тему. Пожалуйста. Я вчера просто с женой по этому поводу спорил. У нас разный к этому подход, как оказалось. Ксения Собчак была, если ты в курсе, была задержана во время из митингов... Не митингов, а пикетов. Пикетов там что-то в поддержку кого-то задержали. Короче, она там была задержана и использовала кадры своего задержания на акции вот в поддержку Ивана Сафронова вот в дальнейшем в рекламе онлайн-супермаркета «Перекресток». То есть она у себя в соцсетях. Там идет начало, как ее задержали, потом снято, как будто она сидит в тюрьме и в тюрьме заказывает себе еду. Супермаркета. Да, супермаркета. Молодец, 10 баллов. Вот. Молодец. У тебя, видишь, у тебя подходят, как у моей жены. То есть она молодец, 10 баллов. А я считаю, что Собчак просто уже... Есть вещи, знаешь, которые... Ну, это не святые вещи, конечно, задержания и прочее. Но вот у меня ощущение, что она просто во всем этом участвует ради хайпа. Ну, ради приколюхи, ради прочего. А Альбертыч, Альбертыч, езжай в Беларуси. Тебя в США делать вообще нефиг с такими взглядами. Понимаешь? Ты извини, у тебя нет взгляд без десмена. Вот у твоей жены взгляд без десмена. И она там добьется очень офигенного успеха. Дай бог, дай бог. Да, кстати, и у Собчак такой же взгляд. Вот смотри, для того, чтобы снять ролик, вообще всю эту массовку, это нужно получить разрешение. Донять мужиков в форме ободовцев. Не знаю, найти людей, которые бы вообще сыграли вообще эти роли, чтобы это было, выглядело реально. Все она это сделала бесплатно. Оставила кадр, что она сидит в тюрьме, ролик смонтирован и размещен. Сафронов, да, он обвиняется в шпионаже. Это журналист, который собирал и шпионил на Чехию. Что за по себе вообще смешно, можно на Албанию шпионить. Или там, не знаю, на какую-нибудь Гвиану, на какие-то другие страны. Но бог с ним с этой ситуацией. А Сафронови скоро забудут. Но тут же фишка-то в чем? Чтобы как можно с меньшими затратами снять рекламный ролик. Это чисто капиталистический, нормальный, московско-американский, любой подход. Бабло меньше тратится, больше зарабатывается. Но ты понимаешь, люди, для которых это борьба, в некотором смысле, серьезная вещь, которые вот серьезно относятся ко всем этим штукам, для них подобное поведение, это, ну, неприятно. А вот смотри, все давно знают, кто такая Собчак. Да? И вообще, чем она занималась и как она делала. Вот в рамках рассмотрения, так сказать, истории развития ее личности, ее поступков. Это ее что, самый худший поступок вообще? Да, конечно, нет. Нет. Вот меня удивляет удивление людей вообще. А что вы хотели от этого человека, в общем? В данном случае я не Собчак, как бы, обсуждаю. То есть, все понятно. А вот само это действие. Вот ты просто, вот, вне контекста, пускай это не, ну, в контексте, точнее, пускай это не Собчак. То есть, это используется борьба, вот, я не знаю, как, как это сказать, вот, Ленин, грубо говоря, боролся бы с империализмом и продавал за деньги красные флаги, например, так как это раскрученный бренд революции, предположим. Или водил бы Аврору по... Альбертович, ситуации постмодернизма, которая уже существует очень давно, да, и даже модернизма, это совершенно нормальные шаги. И это появилось не из России и не от Собчак. Конечно, конечно, конечно. Вспомни Sex Pistols, которые плавали для рекламы. Подожди, я не о том говорю, что это, знаете, что-то новое, она какую-то херню, что-то показала впервые, все такие удивили. Я про то говорю, что это надо говорить, что это плохо. И вообще, надо ли говорить, что это плохо? Вот я, в моем представлении, вот я считаю, это плохо. Это точно так же, как и танец Пуси Рает на Илье в Храме Христа Спасителя плохо. Это плохо. Это само по себе, вот, плохо. Но это как акция, да? То есть, ну, нельзя говорить, что она бизнесмен классный. Вот тут, видишь, мы не сходимся. Нет, я могу тебе сказать, и я уверен, жена присоединится, понимаешь? Ты молодец, будешь в городе, купишь гамбургер себе, понимаешь? Скушаешь его, и все, понимаешь? Вот это будешь в городе, купишь булочку, но в данном американском случае гамбургер, да? И вот на этом закончить. Понимаешь, ты молодец, поэтому купи, съешьте, успокойся. Да, в самом деле, это ничего не меняет. Да, и, кстати, вот, да, вот еще один наивный человек, ты в ключ открыл фотографию, человек вроде который не глупый, но вообще бьет рекорды наивности, да, и какой-то глупости. Ты знаешь, я вот сейчас, сейчас мы новости тут зачитаем, это Стефаныч Павла Дурова говорит. Мне, наверное, стало, становится ощущение, что он как раз уже не наивный. Значит, какая у нас тут новость по этому поводу идет? Павел Дуров призвал ограничить монополию Apple и Google на распространение приложений. Ой, ой. Одновременно вице-президент Телеграм высказал эту идею Мишустину. Нет, ты послушай, смотри, недавно в России отменили блокировку Телеграма, отменили, и внезапно Павел Дуров начал общаться с российскими чиновниками, во-первых, во-вторых, говорить им, давайте ограничим монополию Google и Apple. То есть ему, я просто уверен, что где-то была встреча, и Павлу Дурову сказали, слушай, хочешь, чувак, ты вроде умный, давай так, мы начинаем под тебя российский интернет. Открывать, ты тут делаешь что угодно, да? А ты нам, собственно, начинаешь открывать возможность смотреть, что-то в Телеграме у тебя происходит, наконец. И надо же бороться с Google и Apple. И очевидно, что, ну, то есть внезапно, внезапно Дуров поменял, ну, я знаю, почему он поменял, потому что его не пустили с его криптовалютой на американский рынок. И он понял, что... Вообще, во-первых, да, это немецкий гражданин. Вообще, кто его должен куда пускать в США? Смотри, помнишь историю вообще с Сукинбергом и вот с этими мальчиками всеми? Да. Когда они вдруг в какой-то момент по какой-то детской наивности, да, возомнили, что они свободны и что они могут независимо вообще сами контролировать Facebook, там, владельцы Twitter, Twitter, там, YouTube и так далее. Помнишь, как маленького мальчика Сукинберга вызвали в госдеп США и в другие организации, прилюдно, была прямая трансляция, его там отымели, да? После этого его вызвали в Европарламент, где его тоже очень конкретно отымели. То есть, мальчугана поставили на место, да? После этого он стал со всеми сотрудничать, да? Ну, там, не секрет, что Сукинберг сотрудничает со всеми службами. Но он стал таким американским народным брендом, да, как там Матрешка, Балалайка, там, в России. А у русских Дуров, получается, оказался в просаке. Вообще, Дуров в шаге от того, что его заблокируют во всех странах. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что многие террористы, люди, которые занимаются всякими левыми, нехорошими операциями, используют Телеграм. При этом, обрати внимание, у него нет господдержки, у него нет Сукинберг. Он не привязан к никакой стране. Поэтому он понял, что дело в том, что, ну, естественно, одним из сигналов была эта криптовалюта, а далее вообще дело еще хуже обстоит. Его могут вообще закрыть. Германия за него подписываться не будет, Евросоюз. Он не является настолько важным для Евросоюза, не является такой персоналий важный для Евросоюза, чтобы Евросоюз, Европарламент, там, не знаю, другие европейские организации за него подписывались. Поэтому им нужно, извините, за сленг 90-х найти себе хорошую, прекрасную крышу. Он ее, в общем-то, фактически уже нашел. Именно. То есть он возвращает, да, как пелась песня ДДТ, еду я на родину, пусть кричат уродина, но она мне нравится, пусть и не красавица. Причем, я просто хочу напомнить, вы понимаете, это в некотором смысле такое лицемерие, то есть он критикует Apple и Google за то, что они берут 30-процентную долю, в то время, когда Дуров владел ВКонтакте, он создал ВКонтакте и владел, он брал с разработчиком 50-процентную долю за размещение платных приложений у себя во ВКонтакте. И сейчас он вроде, то есть вы понимаете, вот это такой быстрый разворот, когда государство было против Телеграма и воевало с ним, а сейчас они вдруг встречаются вообще в Татарстане на форуме, там каком-то экономическом, премьер-министр России и Дуров чуть ли не лобызают друг другу уста и радуются, какие они друг у друга есть хорошие. То есть Дуров был в некотором смысле такой фигурой оппозиционной, которая борется с этой российской машиной, которая... Альбертович, мы возвращаемся к вот этой исторической, как бы, к историческим изысканиям и идеям, за которые нас, кстати, жутко там критикуют. Но это правда. Это смысл капитализма. Для того... Смысл капитализма это беспринципность полная. Отсутствие морали, моральных норм. И здесь Дуров демонстрирует все для того, чтобы заработать денег и сохранить свой бизнес. Мораль здесь по боку. Вся оппозиционность по боку. И я не зря перед этим, вот мы обсуждали, как Собчак сделал свой рекламный ролик, потому что это одно и то же. Только Собчак за это получает сверху кучи говна от разъяренных оппозиционеров, а с Дуровым как будто, ну, типа, молодец. Хотя это... У Дуров как раз намного больше сейчас зла может принести, потому что он явно сейчас все раскроет, что в Телеграме там кто с кем общается. Они договорятся за деньги. Понимаете? А Собчак что-то прорекламировала магазин? Альбертович, тут знаешь, в чем разница? В том, что Собчак это делает за маленькие деньги. А Дуров это делает за огромные деньги. Вот когда на кону стоят огромные деньги, многие люди, да, вот эти, которые гавкают, да, там, поливают помоями, они просто обкакаются и описываются для того, чтобы Дурова вместе с госсистемой каким-то образом критиковать вообще. Собчак это специальная такая фигура для критики. Понимаешь? Это козел отпущения. Это девочка для битья. А Дуров это крупный бизнесмен, которому любое негодяйство и безобразие и любой слив любых своих собственных принципов он позволит. Вот две больших разницы, которые существуют. С другой стороны... Это, причем, обратите внимание, не приблизительно одного возраста. Да. То есть это поколение, которое воспитано по тем принципам, которые активно насаждались Западом на территории бывшего Советского Союза. Это люди, для которых вот такие действия являются совершенно нормальными. Это не идеология, которую жутко не любят, коммунистическая. Это недавно забытая христианская идеология. Это идеология западного капитализма. И люди поступают, вот в кавычках, по тем алгоритмам и по тем принципам, которые им научили, которые научила жизнь и те отношения, которые были принесены. И здесь не может... Это совершенно для этих людей естественно. Да, вижу чудесные туристские фотографии, туристский поход, который кончился трагедией, к сожалению. Да, это, ну, очень и интересная, и необычная, и мистическая история, которая вроде как на этой неделе закончилась официальным расследованием Генпрокуратуры России, которая, в общем, кто не в курсе, в 59-м году группа профессиональных... Профессиональные туристы это странно будет называть. Ну, профессиональных... Как это в Советском Союзе было такое... Спортивный туризм, наверное, так и было, так и называлось. По другому... Был спортивный... Нет, был спортивный альпинизм. Но это не альпинисты, это, ну... Был спортивный туризм еще, да, и был туризм как таковой. Вообще в Советском Союзе профессиональных туристов не было. Вообще все спортсмены считались как бы непрофессионалами. Даже футбольные клубы, ты знаешь... Да, любители. ЦСКА, да, типа любители ЦСКА, они имели звания, даже игроки... Типа иногда военные собирались в футбол поиграть и там случайно выигрывали. Или в хоккей, там, Харлаба, все остальные люди, они имели звания, да. То же касалось Динамо, это МВД, они имели свои звания милицейские. А вот то, что касалось общества, помнится, Зенит, трудовые резервы, они числились на разных заводах, да. Вот заводы их распределяли, всяческих борцов, я помню, там, не знаю, хоккеистов, футболистов. А от заводов, как бы им давали квартиры, платили зарплаты и так далее. Вот эта вся фикция, двойственность, к сожалению, она не прибавляла, ну, в общем-то, не знаю, в советской системе ни оптимизма, ни того, что граждане, скажем, ну, не знаю, могли правильно это все расценивать. Безусловно, все это люди критиковали, рассказывали какие-то анекдоты и так далее. О том, что слез ли второго разряда с завода, да, там, занял первое место в беге или в прыжках, там, в длину и так далее. Но были, да, люди, которые занимались туризмом. Кстати, это очень увлекательное занятие, оно хорошо для здоровья. И вообще, не знаю, были специальные кружки, где выдавали, кстати, бесплатно палатки тем, кто хотел этим заниматься. Были руководители этих кружков. И, не знаю, кому это нравится, я не знаю, я никогда не любил спать в палатке, особенно не люблю, не знаю, комаров и других насекомых, которые жарят в различной части тела. А есть люди, которым это нравилось, песни под гитару, там, шашлыки, секс на свежем воздухе, вот, питание из котелка, там, где всегда хорошо сварено, и перловые каши. Кому как нравится. Я знаю, многие мои друзья до сих пор ходят в походы, да, там, на север, допустим, России или в леса Беларуси. Да, пожалуйста. Так вот, группа вот таких опытных любителей секса на природе под руководством Игоря Дятлова вышла в лыжном походе по Свердловской области в феврале 1959 года и погибла. Их тела нашли, но как они выглядели, где они находились, и более того, то, что это все было засекречено долгое время, стало известно только в 90-е годы, создали целые, ну, конспирологические теории, да. То есть, в итоге, там палатка была разрезана, часть людей, голые боссы от обморожения умерли, часть кто-то одетый с переломанными костями почему-то находился, причем выглядели там оранжевого цвета были все. То есть, очень много людей там было от того, что какие-то химические испытания проводились на этом полигоне, до того, что, ну, естественно, инопланетяне приезжали и опыты делали. То есть, очень много всяких вариантов. И вот, на прошлой неделе, в общем-то, сейчас хочу прочитать, кто конкретно... Да, Генпрокуратура России 11 июля объявила о результатах масштабной проверки уголовного дела, возбужденного после гибели туристической группы Игоря Дятлова. Значит, что в итоге, по мнению Генпрокуратуры, произошло? В горах сошла лавина. Люди, которые вот были в этой экспедиции, без паники покинули палатку через вырезы в ней, что совершенно правильно, так и учат туристов поступать при лавине, и они покинули палатку, чтобы их там не накрыло. Проблема оказалась в том, что они не смогли к палатке вернуться, они потеряли ориентир. То есть, они не оставили никакого знака, чтобы увидеть, где эта палатка будет, и в ту ночь видимость колебалась от 6 до 16 метров. Прокуратура даже провела эксперимент специально, чтобы проверить, удастся ли людям найти палатку в таких условиях. В ходе эксперимента мужчинам и женщинам завязывали глаза, после чего те спускались от палатки на 30 метров, глаза развязывали, и им не удавалось найти палатку. Если человек не видит ориентира, он уходит в сторону, даже если примерно представляет, где палатка. В итоге, участники группы Дятлова разожгли возле одного из деревьев костер, но он довольно быстро потух, а в то время температура, где они находились, была минус 40-45 градусов. И в этом месте от переохлаждения погибли двое человек, оставшиеся разделились на две группы. Одна группа попыталась ползком отыскать палатку и замерзла тоже. Другая группа пошла в другую сторону и попала под еще одну лавину, которая, собственно, их и поломала. Поэтому именно у этой группы обнаружились переломы костей. Их снесло с настил и засыпало трехметровым слоем снега. В общем-то вот. Ну а их цвет кожи, это отображение происходит действительно, такое изменение цвета кожи. Ты знаешь, все выглядит весьма естественно. Я вспоминаю, я даже вспомнил, что за все время у меня два знакомых человека погибли во время туристских походов. И произошло, я не хочу комментировать, почему это и как. Современный человек очень часто, когда он сталкивается с природой, он не живет на природе. Да даже человек подготовленный. К сожалению, он может весьма легко погибнуть. Современный человек, который живет в городе, в урбанистическом обществе, который физически, не морально не готов, к сожалению, это вполне может быть. У каждого из нас есть бэкграунд, там старики всякие, пожилые люди рассказывали, как мне дедушка, при своего партизанского опыта, как там копать землянки, как там, не знаю, прятать рации, оружие, документы и так далее. Как в лесу выживать, чтобы там, так сказать, не убереть от цинги, какие там отвары варить. Все это, да, в самом деле, может быть, есть в памяти, но когда сталкиваются с реально экстремальными ситуациями, даже подготовленные люди гибнут. Я, так сказать, единственное здесь, царство небесное этим людям. Гибнут люди, и, к сожалению, будут гибнуть люди, которые занимаются вот этим туризмом. У меня есть старый мой товарищ, который занимается даже там альпинизмом, он ходит в горы. Не будем обсуждать, зачем кому это надо. Каждый свой смысл находит в каких-то занятиях и доходит радость и удовольствие. Тут мне нравится, что все-таки вот Генпрокуратура России довела это дело до конца, потому что это, ну, такое... Слава Богу, лучше поздно, чем никогда. Да, это такое, ну, очень на слуху дело, и положительный результат всего этого, что вот это ущелье, вот этот перевал, который, по-моему, сейчас и называется перевал Дятлова, он признан опасным, то есть вот по этим всем исследованиям понятно, что там находиться именно из-за природной ситуации опасно, и вот этот итог через сколько это, 60 лет, к сожалению, смертью людей, но показано, что там не... Конечно, остаются люди, которые будут считать, что это специально сделано, чтобы отвести подозрения от КГБ, от всяких ученых, которые там явно проводили свои испытания. Да, будут конспирологические теории различные, да, люди будут это там неимоверное количество еще раз обсуждать, что почему произошло, ну, бывают всякие трагические ситуации. Давай еще допоследок какую-нибудь новость, а вот, там была у тебя актуальная про мальчика индийского с компьютерными играми, потому что это досущное, и тут, конечно, обсуждать очень много, мы постараемся кратко. Рассказываешь, что произошло... и каким-то образом пенсионные накопления матери и на лечение его отца, который работает... На операцию, да. То есть... Там написано на операцию, да, вот дело в том, что есть операции, которые если вовремя не провести, да, то потом их можно не проводить вообще, потому что уже смысла никакого нету. Да, операция, как говорится, хороша ложка к обеду, да, вот как и операция, хорошо провести ее, когда ее нужно проводить. Он получил доступ к счетам в банке с телефона матери, который брал якобы для обучения, после чего покупал внутриигровые предметы себе и друзьям и удалял сообщения из банка о расходах. Не знаю, правда, как можно сообщения из банка о расходах удалить, но... И вот за месяц 22 тысячи долларов потратил. Ушло в донейшн, да, или как-то в донейшн, как это называется, ты специалист по играм. Ты знаешь, мне как родители и вообще человека, я в игры не играю, но есть у меня очень близкие люди, которые любят в эти игры играть, да. Вопрос следующий, да, почему на играх, да, или в процессе не предупреждают, да, людей, потому что там есть... Это игры в основном играют мальчики, да, от возраста от 7 до 56 лет, да, у них хаванты... У тебя устаревшие сведения уже и девочки догнали, не волнуйся. Просто не в такие игры они играют, они в другие играют, но девочки точно так же играют. Да. Вопрос, почему на этих играх, вот смотри, да, на сигаретах написано, Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Почему? Ясно, что это не уменьшит количество игроков, да, но существует реклама, которая различная, там, социальная, которая предупреждает, что есть люди с особенностями характера, темперамента, с ослабленной волей, для которых категорически нельзя играть в игры вообще. компьютерные. Почему нет таких предупреждений? Я за игры обеими руками. Это очень интересное занятие, которое отчасти, я считаю, помогает обществу избежать уличного насилия. Это помогает людям отвлечься от каждодневных проблем, решить многие психологические проблемы и так далее и тому подобное. Но при этом людей крайне важно вообще предупреждать о том, что весь каждый человек знает, что он склонит, допустим, к азарту, да, и в состоянии азартном он не может остановиться. Вот я по себе знаю, допустим, что я, если я еще это заметил, не знаю, в детском возрасте, что я человек азартный. Это одна из причин и очень увлекающийся. Поэтому я для себя выбрал какие-то хобби, которые весьма безболезненно дают возможность заниматься креативной какой-то деятельностью, да, доставлять не только удовольствие себе, но и окружающим, создавая что-то. Но я понимаю, если я увлекусь играми, да, это может крайне нехорошо кончиться для меня. Но при этом никто никогда, вот, я ни разу не видел никаких серьезных предупреждений о том, что я это для себя сам решил. Но здесь крайне важно вообще предупреждать людей и пользователей этих игр о том, что это может привести к плохим последствиям. Вот мальчик этот сейчас наконец столкнулся с реальной жизнью. Он что там, скутеры чинит, да, для того, чтобы папе на операцию собрать и себе на учебу. И, возможно, это как-то есть там такое, да, деньги собирает, работы практической, весьма тяжелый в какой-то мастерской и так далее. Может быть, его что-то научат. Но, возможно, если бы его предупредили, это не факт, что он там принял к сведению и сразу там изменился. Нет, конечно. Но вообще, возможно, какие-то программы. Да, кстати, мы говорили еще раньше о предмете в школах кибербезопасности. Вот кибербезопасность должна быть уже не с 6-го, 5-го класса, а с 1-го. Да. Кстати, предмет кибербезопасность белорусское министерство образования не включило, хотя есть разработанный курс первого класса предмет кибербезопасности. Есть курс, разработанный в Скандинавии, приведенный на белорусский, на русский язык. Должны детей учить, как себя обезопасить, как научить себя регулировать, в том числе и в игровой деятельности, конечно. Как учитывать свои особенности, обучить родителей попытаться, как не запрещать детям, а научить регулировать свои отношения вот с этой игровой средой. Это крайне важно. Извини, пожалуйста. Ну, ты понимаешь, я вообще считаю, что все... Лучше немножко с другого. Есть игры... Вот как мы... Как в нашем детстве были компьютерные игры? Ну, в твоем детстве вообще не было компьютерных игр. В моем детстве. Не надо. Я тебе расскажу историю, как я столкнулся с компьютерными играми. Это было... У меня сосед, он работал в центре программистом, и поскольку жил я за рубежом, можно было покупать... Появились первые приставки Atari, и еще была такая, как клавиатура. Я не помню название, вы уж извините, я полный профан в этом деле. Ее можно было подключать к телевизору, да, к обычному. Да, наверное, или Spectrum, или какой-нибудь Commodore, что-нибудь такое. Да, а, Commodore. Молодец. И еще был магнитофон и кассеты. На кассетах были записаны игры. Игры были ужасающие по своей сложности. Это был теннис. И потом такие какие-то жучки, да, которые там... Сейчас, наверное, многие наши зрители даже и не в курсе, что музыку можно было на кассетах слушать. А вот тогда еще на кассетах и игры были записаны, чтобы вы понимали. Да, и вот я первый раз столкнулся, и я пришел к другу. У него была какая-то консоль такая, да, это такие квази-консоли. Игры были восьмибитные. Музыка была, вы сами понимаете, какая, да, там звучала. Я поиграл, в принципе, я понял смысл, но особого интереса и удовлетворения. Я понял, что, конечно, есть хорошее зависалово, да, можно сидеть очень долго, выйти, рубиться игрушки, даже самые примитивные, которые были. Покупать эти кассеты, я понял индустрию, но я вот честно, в тот момент я совершенно не проинтуичил и не понял, что за этим будущее. Я это воспринимал как какую-то игрушку, как какая-то более дорогая, вычурная приставка, вот как там, не знаю, была, ну погоди, да, такая карманная приставка, где можно было волк яйца там какие-то ловил. То честно, я подумал, что это более защищенный вариант и до конца я вообще не понял, что за всем этим будущее. Возможно, если бы я тогда понял, я бы к этому товарищу обращался, он работал программистом в вычислительном военном центре, он бы может быть меня научил даже на Паскале там программировать и не на бейсике каком-то колдырном, который вообще там нигде не работал. И возможно, я бы, ну вообще, моя жизнь по-другому бы сложилась еще в школе. Но вот так вышло, что увлек себя совершенно другими вещами, но вообще игры существуют достаточно давно и то, что они втягивают и притягивают людей, это было уже тогда понятно. Ну так вот, в те времена ты заплатил за игру и все, ты получил полностью весь продукт закончен и ты в него играешь. С развитием интернета разработчики, даже скорее не разработчики, а издатели игр проинтуичили, что они могут игру продавать по частям. Тебе какой-то начальной базис игры продается, потом тебе еще дополнение, еще дополнение, еще дополнение, ты за это платишь, 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 платишь. А потом в один прекрасный момент кто-то догадался, вот у тебя есть игра, а игрок хочет, чтобы у его персонажа курточка была синего цвета, например, а не черного, в который он бегает, шапочка, берет краповый, понимаешь, был, и на пистолетике, чтобы еще было нарисован Микки Маус, предположим, и за все вот это можно продавать. Вот они стали еще за это деньги бать. А потом в еще один прекрасный момент какому-то светлому маркетологу пришла в голову идея, слушай, а вот чуваку хочется пистолетик с Микки Маусом, а давай мы будем не давать ему этот пистолетик, а он будет нам платить за шанс, что ему этот пистолетик выпадет. И вот это, вот это, по моему мнению, растлило многих издателей игр, убило многие игры, и, к сожалению, я считаю, что игры сейчас должны быть приравнены просто к азартным играм. Соответственно, если это азартная игра, то туда просто вот такой 17-летний придурок не будет допускаться никаким образом. И, кстати, во многих, в некоторых странах, нет, в некоторых странах, по-моему, если мне не заберет пайту, в Австралии уже принят такой закон. Это первое. Во-вторых, в других странах, там же еще не написан, как тебе сказать, вот ты не знаешь, с каким шансом тебе этот пистолетик с Микки Маусом вообще выпасть даже может. Ты знаешь, ты знаешь шанс в казино, ты можешь прийти в казино, и ты знаешь, у тебя вот ты поставишь на 35 черный или какой там красный, какой у тебя шанс, что шарик выпадет на это, ты знаешь шанс, а в играх ты даже шанса не знаешь, представляешь? То есть люди бросают деньги просто даже ни за что. Я считаю, что даже ничто вот эта картинка на экране пистолета, это само по себе ничто. Так они еще и бросают деньги без шанса, что это может тебе достаться. Это не азартные игры, это конкретно, блин, такое разводилово казино. И это не считается вот казином, понимаешь? Это вот до сих пор в Индии просовывают 22 тысячи. За что? Вот его отец, я представил, к нему отец пришел, ладно, ты 22 тысячи на игры потратил, покажи, что ты получил за это. И он такой, ну вот, вот пистолетик с Микки Маусом. Я не знаю, как этот парень еще жив, я не понимаю, как его отец просто так любит его, ну то есть просто 22 тысячи в никуда просовал, он лучше бы стриптизершем в трусы просовал эти деньги, понимаешь? Я не знаю, в магазине кассирши бы эти деньги подарил. То есть, много, я даже не понимаю, вот какое удовольствие он за это получил за 22 тысячи. Это же столько можно было сделать дебильного за 22 тысячи. Нет, слушай, за 22 штуки, наверное, в Индии можно дом даже купить, я так думаю, да, какого-нибудь в крупном городе, какой-нибудь, знаешь, даже в Беларуси можно дом купить за 22 тысячи. дешевле, два можно купить, сейчас появились дачки по 10 тысяч, да, там продают, вот белорусские, собственно, какие-то сайты переполнены информацией, можно купить не один дом, а два даже, да, понимаешь? Еще 2000, это бебель, как-то. Это азартные игры, это надо запрещать, это надо просто, почему нету вот именно что воли, потому что это деньги, это опять как-то возвращаемся к тому, что это капитализм, и на играх, то есть для меня как этот вид искусства очень близок, я считаю, что за играми именно, что будущее, самым главным видом искусства будет, потому что там и музыка соединена, и кинематограф, и все-все-все, и визуальное, но если это будут делать вот таким образом, когда тебе, ты заплатил за продукт, и потом ты еще внутри с тебя тянут, тянут, тянут деньги, вот это, это раковая опухоль игровой индустрии, по-хорошему, и многие к ней идут, потому что это источник денег, а как по-другому, а ты по-другому не получишь больше денег на разработку игры своей, да, и просто жадность, и вот это вот казино, вот это вот, которое не регулируется никем и никак, вот приводит к такому, и таких, такого происходит очень много вообще в мире, это просто одна из новостей, к которой мы пришли, понимаешь, давай закачивайся, да, давай закачивайся, да, вот у тебя вот сын, и вот представь, что то же самое может происходить, дело, да, это же не только с деньгами может быть, по богу и обращайся, да, ты понимаешь, это не только деньги, тебе, например, могут в игре начинать говорить, а давай ты свою инфу нам сообщишь, чтобы получить что-то другое, а давай ты нам сообщишь еще что-то, чтобы вот это получить, это происходит в играх, действительно, потому что если, они понимают, что им, и в них играют не только те люди, у которых есть деньги, но что-то у них тоже есть, что они могут дать, вот это все очень плохо, и то, что, блин, смотрят как бы телеграмм забанить, вместо того, чтобы как отрегулировать вот эту всю фигню, в которую очень много людей сидит, там играет, а потом еще это поколение вырастет, и будет это воспринимать нормально, типа вот это, это окей, и оно еще придумает, это следующее поколение, еще придумает покруче, как из вас что-нибудь вытянуть, поэтому надо сейчас это извлечь, поэтому надо сейчас это все закрывать вот это все дело, и ладно, давай, пока, да, всем скажем хорошего, что посмотрели, напоминаю, напоминаю, что вы можете нас не только смотреть на ютюбе, но и на всех подкаст-сервисах, гугл подкаст, сэпл подкаст, яндекс музыка, спотифай, ищите Альберт Ильича Стефанович клевещут, слушайте нашу клевету, и пишите в комментариях ваше мнение, потому что в первую очередь мы делаем это для вас, и наше мнение это одно, а ваше мнение это тоже одно, и мы его с удовольствием почитаем, все, живите богато, бывайте здоровы, всем пока. Альберт Ильич и Стефанович клевещут, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.